так лизу травили за ее признание хейт отдание кашин сразу что а я уже бросила то есть я иду на путь верность стала неприятно было бы получить до какую-то поддержку и это продолжается до сих пор сейчас я назад перемотаю контекст они просто расставили плохо тайм-коды блять посадите который верно из того времени вы видите он здесь вопрос про этот спрашивает а тайм-код вообще только попозже начинается блять убит и продолжает как следить что-то писать я думаю у тебя есть есть еще просто в то время я сама призналась что я зависимая и что я от этого избавляюсь это было как чисто сердечное признание чтобы с аудитории сблизиться мне было важно я думала что меня поддержат в ответ я получила естественно общественное порицание и каждый пост со мной в любом паблике сопровождался тем ой болты ой вот это вот она конечно видно сразу что употреблять а я уже бросила то есть я иду на на путь верность стала неприятно бы получить до какую-то поддержку нет и это продолжается до сих пор до сих пор мне это пишут сложно очень когда тебя ассоциирует с говном с каким-то то есть в отрыве от твоей деятельности точнее нет не в отрыве получается вкупе и твою деятельность и все 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 это обесценивают просто потому что она употребляла и она в этом сама призналась не рождание кашин до сих пор на своих стримах говорит да ладно я я один раз пошутил когда про дашу каплан и тебя сказал что вы камень не путешествие на один раз я упомянул блять и давай нахуй покажи в глядь когда я постоянно тебя упоминаю хотя бы две-три нарезки покажи где в разных стримах говорю о тебе не в одном где я говорю а даши каплана и тебе да где-то ну мы по моему пушку смотрели то ли чо даст даши каплана я про тебя пошутил а ты покажи хотя бы два три момента где прям постоянно про тебя говорю да я в хуй не знаю кто ты такая серьезно говорю я тебя помню что ты подруга фейса помню бывший помню что ты татуху как у руслана набивала помню что вот и ну вот по поводу наркотиков там тоже такая тема была насколько я помню за что я и дрочил короче не за то что она принципе торчала меня вообще ну блять я не знаю мне стоит объяснять эту очевидную позицию до полина париж да не стоит ли говорить эту очевидную позицию но мне насрать на чем ты сидишь не насрать на чем вы сидите реально не обижайся мне похуй что ты преодолела или блять от чего-то отказалась блять это твоя жизнь ты сама это начала сама это закончила ну похуй дело в том о твоем позиционирование этого в интер это в интернете потому что в то время в то время ты постила насколько я помню посты типа ой как мне хуёво ой опять капельница ой я с ума схожу блять ну ты как бы понимаешь просто блогер может сидеть на чем угодно меня это вообще не касается мне вообще похуй что он своей жизни и боже но если он транслирует это в своей своей аудитории да и причем флексит этим типа ой опять капельница опять это ну блять какой ты пример подаешь своим зрительницам ну ее же девочки смотрят да ну я вот без без агрессии говорю просто наверное маленькие дети смотрят ну блять какой ты пример подаешь но справляйся с этой ситуацией но не флексе как как ты какая-то несчастная типа но у нас были просто на райончике тоже такие типы были которые сами затарчивались а потом всем рассказывали как они с этим борются да нам поебать ну типа это твои проблемы ты сама в это влезла и сама вылезаешь я тебе не близкий человек эти не друг чтобы тех ну поддерживать тебя понимаешь ну то есть хуя ли тебя бля не интересно так ты сама залезла в свою зависимость сама с этого слезла это твои проблемы и твоих близких почему я даня кашин должен те сопереживать за то что ты блять видите ли нахуй перестала торчать как меня это должно волновать я говорю я против того что ты сидишь и детям показывать смотрите у меня опять капельницы смотри но это романтизация называется это не в курсе бля вот те посты найти это еще я накидываю сейчас просто я не помню что там было но те посты на найти вы охуете какая там дичайшая романтизация вот этой всей истории а я вся рехабах у я вся такая типа несчастная блять ну горюк ну торчи исправляйся своими проблемами вне аудитории нахуя ты ищешь поддержку в этих детях бля и пода показываешь им какая-то торчеболска блять полная хуйня ну разве нет были игра кто-то из детей которые не особо такой воспитанный умный блять подумать нихуяся как как ее все любят блять потому что она слезает наркотиков а дай-ка я тоже подолблю какую-нибудь хуйню потом в рехабах буду лежать в инстаграм постить с капельницами все будут писать блять держись на мое солнышко нет не может быть такого наверное хуйню несу возможно блять да не кашин он действительно на своих стримах к тебе плохо относится покажите покажите момент кроме того момента где я ее упомянул с дашей в контексте дашей каплан если помимо этого момента я где-то говорил я хуею честно потому что я ну грызнать не знаю блин кирует твои тоже высказывания почему так вроде бы в одной были тусовки да 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 мы постоянно тусили с ней раз один раз жизни видел так мы же в одной тусовке ребят я вот москву недавно ездил так мы с ней пиздец время провели катались на самокатах в кафе ходили мороженое в парке лиза че выгораете же моя подруга блин нет не пересекались я думал начали начнет накидывать да да мы с одной тусовки мы друг друга любили уверен но я думал что она так будет на сами вы друг другом не пересекались когда с низкой пару раз тоже тупо на мероприятиях жизни каких дружеских встреч у нас не было были только мероприятие там до пересекались но не общались по моему даже дарья корея дарья корея я не знаю почему у него такой ко мне хейт да покажите вы заебёте нахуй что дэй дример что ты вы покажите конкретные случаи блять конкретные ты скажи вот у него ко мне хейт блять ты я помню вот тебя простой ситуации где эти задрочил блять за романтизацию вот этого рехаба всяких все бля и за вот и за эту же тему я два раза пошутил пошутил блять опять еще одни нахуй сидят блять сука вы меня оп нахуй бля вы меня заебали жестко блять жестко вы меня заебали где конкретно я на нее давил скажите где конкретно я прям каждый стрим сижу про нее говорю вот блять чат скажите когда я ее упоминал кроме того раза блять где где я упомянул я в контексте с дашей каплан мы смотрели какие-то новости где узнали что они поссорились я сказал ха 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 камень не поделили потому что у той проблемы были со ну с веществами и усы и с этой я ну типа просто в тему пошутил ха ха у них блять типа там и камень не поделите вы когда я еще блять говорил про нее в двое нахуй вы ебанутый блять скажите нахуй что вам от меня надо блять что вы до меня доебались блять это просто та ситуация которая я тебе объясню хорошо зато подъеб короче хорошо я не знаю нахуя мне объяснять очевидные шутки блять ну просто смотри как на ситуации почему я тогда именно тогда с дашей каплан тебя упомянул потому что я когда вижу тебя ну то есть я тебе нихуя не знаю вот честно я знаю что ты существуешь как бы то что ты делаешь мне еще хвалили говорили что у тебя влоги какие-то хорошие которых я не смотрел были так вот это все что я тебя знаю и ты у меня ассоциируешься только с той ситуации где-то капельницы свои в story снимал и говорил ой блятька пожалеете меня и поэтому если вижу типа я тебя вижу мне естественно шутка вылезает про тот случай ну шутка же блин короче в пизду в этом но он же тоже признавался открыто что он употреблял вот это же публично сказал что юзала ушел от этого ну блять я что капельницы снимал stories и блять как я слезал или чё нахуй где но вы найдите мой диалог ну блять сейчас нахуй мне я взрываюсь нахуй сейчас кондерку лечу блин найдите монолог где я говорю одну вызываю к себе жалость хотя бы хотя бы хотя бы не просто говорю хорошо вот просто вы не найдете диалога где я говорю как я торчал ну реально найдете я вообще это не упоминаю я вообще об этом не говорю вообще найдите хотя бы где романтизирует момент как я там что-то поняли типа что я конкретно ее ситуации что я там бля как я справлялся с этой ситуации да у меня есть альбом не на ход где я полностью рассказал свои ощущения на то но это творчество понимаете то есть как бы ну мне надо было о чем-то писать музыку я написал о том что меня коребил на тот момент очевидно то есть я в этом ничего плохого не вижу то есть там я вну так скажем излил душ но где я да я нормально разговаривал заебали но найдите короче момент просто найдите где я говорю о том где прям монолог поняли или в интервью даже смотрите по пересмотрите вписку со мной где еще интервью давал я нигде это не упоминаю а если даже идет про эта тема я это сквозь упоминаю потому что эта тема вообще не должна подниматься понимаете это мое дело мое личное блять и строить из себя героя поняли или там пытаться вызвать жалость просто блять ну вот это хуйня я в этом смысла не вижу короче поняли так что где я этого говорил но вы найдите этот момент мы обсудим потому что я не верю но такого не было вообще никогда такого не было бы странно что там не знаю есть похоже история но отношения там к себе и к тебе разные хороший вопрос давайте зададим у просто видишь у меня еще до этого до того как я призналась были какие-то шутки которые были ассоциированы с веществами блять это она она все телегу запустила пришли блять подмена понятия брат да 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 чё т.г. мадрид не расскажите лучше не буду заходить эти шутки лиза говорит что ты возможно путаешь с финес и она в больнице не лежала капли лежат что блять бля найдите stories и хорошо погнали блять сейчас я поищу но если я найду короче хорошо чем будем искать ее stories а да она еще сидела и когда я его я вот сейчас увидел она еще когда сидела когда я ей типа пропиздон ставил за то что ароматизирует она начала короче про меня клевету нести я сейчас вспомнил вот смотрите она короче вот смотрите лучше ешек с тушенцовым обожраться короче видите она написала то есть реально я короче ее пройну взъебал ну то есть блять как как это к почему у меня должно к тебе хорошие отношения быть после того раза почему должно быть у меня к этому человеку хорошая почему я должен когда ее видеть вспоминать о нем они добрым словом если я ее я ее взъебал в тот момент за то что романтизирует ну торчебосини вот это все и она начинает клевету писать что я ешь и ешь ки жру и так далее их никогда не ел блять я психоактивные вещества никогда не юзала не собираюсь у меня голова шаткая бля я боюсь на хвощик трогать блять ну то есть короче по пиздец нахуй обклеветала меня четыре года назад но теперь когда я вижу я должен говорить блядь да не девочка супер выгорает что ли где stories эти блядь да я понял что она в телегу да ну ладно давайте посмотрим что она в телеге упомянула блять блять еще одна пиявка доебалась блять ой блять упомянули ее пошутили над ней блять ой блять то есть четыре года назад когда я взъебал по факту да она съебалась она начала меня клевету ну пускай да я правильно говорю то есть я и говорю нахуя ты романтизируешь и пропагандируешь наркотики среди детей ты говоришь она начала stories и делать а я про тебя знаю что ты тоже наркоман а ты с этим жрал с этим жрал ну короче чушь начала просто ну пиздеж короче жесткий нести да потом нахуй все начала шу отшучиваться если но я вам могу напомнить начала отшучиваться что типа ахаха да для меня вообще там гарри как вода помните то есть все съехала с темы проходит четыре года она нахуй вспоминает блять увидите ли на стриме пошутили на одном стриме про нее пошутили приходит на ебаную пушку вот эту мушку блять сидит рассказывает что я каждый стрим упоминаю блять я нахуй на стриме говорю ну было это давно блять ну разве не по факту а найди этот момент и и приходит дурочки короче поняли она себе в телегу пишет короче приходит дурочки и сидят такие ну ты же по факту те же нечего по факту сказать да но мне было знаете когда чё по факту сказать а четыре года назад были четыре года назад пускай она сначала прокови проклевету в мой адрес ответит что я там ну вот вот я вам показывал блять потерял сейчас ну и помимо где блять подлила масло в огонь написав о том что дани кашу вместе с русланом ташинцовым тоже не против закинуться чем-то таким откуда у нее откуда у нее пруфы блять вот откуда эта хуйня скажите в чем прикол вот ну вот вот этой хуйни смотрите а я пропагандирую только этот своих но видите блять вот блять я не могу вы нахуй кого главное вовремя остановиться бридде мог у меня сейчас дарьяbb лопнет нахуй и говорит все что я пропагандируется вовремя остановиться я не могу见ах Barrackim Вы меня на хуй меня сейчас с умася ведете говорит я Я, говорит, единственное, что пропагандирую, это вовремя остановиться, блядь. У меня сейчас жопа сгорит, нахуй. Всё, я вспомнил, чё у меня очко-то сгорело из-за этой фразы, из-за того, что она это везде и фортила. Точно, в том числе, блядь. Главное, я, говорит, единственное, что я хочу донести, что надо вовремя остановиться, я не могу, блядь. Ой, блядь. Угу, угу. Ну это же дурак, ну реально дурак в женском роде, ну это же дурак, блядь. Это так забавно, просто какое-то левое, блядь, левое мнение со стороны, предвзятое какое-то отношение, из-за... Я тоже знаю очень много фактов, которые просто я не раскрываю, но смысл. Блядь, да конечно ты знаешь много фактов, блядь, которые ты не раскрываешь. Правильно делаешь, блядь? Ой, наркотик. Блядь, она сидела, хуярила про меня к левету. Не, если... Мадрид, если ты хочешь закуситься, базар, давай начнём сначала. Дай мне просто день-два, день-два мне дай, я найду все пруфы, вообще все твои посты, которые ты делала когда-либо, связанные с наркотиками, твой кич над тем, что ты там когда-то юзала, чтобы маленькие девочки тебя любили, и романтизацию, я докажу всё это. А ты, в свою очередь, будешь отвечать по поводу клеветы твоей, про то, что ты там что-то знаешь, но не скажешь, блядь, нахуй. И за то, что ты пропагандируешь, как ты сказал, это твои слова, что типа... Единственная мысль, которую я пытаюсь донести до людей, это надо... Про наркотики, это надо вовремя остановиться, блядь. Вовремя остановиться, то есть им можно хуярить, колоться, но главное вовремя остановиться, я тебя понял, блядь. Если хочешь, просто скажи да, дай мне два дня, я всё найду, нахуй, я всё найду, блядь. Ишь, чё, нахуй, ты думаешь, я сейчас сижу на стриме, нахуй, у меня вообще нету времени, по факту, блядь, посидеть, погуглить, нахуй, и думаешь, самое правое, что ли, сидит ещё девочек своих с телеги мне насылает. Так давай, ну давай, блядь, окей, вспомним старенькое, блядь, я себя в обиду не дам, нахуй. Ишь, чё, нахуй, вовремя остановиться она хочет. Я тебя сейчас вспомню, блядь, и про клевету твою, нахуй, про хуету, всё вспомню, блядь. Мне ещё отвечают, как обычно это бывает, мне, по-моему, твои подружки будут писать, рассказывать, блядь, всякую хуйню, блядь, как это обычно бывает, что самое мерзкое на свете, блядь. Короче, блядь, заебало, нахуй. И сидит, ну-ка идите, пишите ему, блядь, что у неё, какая у неё телега, блядь. Сидите, идите, пишите ему, он же сейчас пруфов не покажет, блядь, на стриме, нахуй, неподготовленный, блядь, здесь, нахуй, охуительно, блядь. Так давай, нахуй, расскажем, блядь. О, всё, нашлась. Подожди, а чё это такое? А это чё? Слушай, а это чё? Вот ты в больничке лежишь. Слушай, ну да, у тебя капельница или есть? Ну, слушай, а вот ты в больничке вот сидишь, а это чё? Ой, ошибся, что тут капельницы нет? Ну, ты же в больничке лежишь, блядь. А что, ну вот, то есть не было такого? Понял. Или моя проблема в том, что я ошибся, что здесь капельницы нет, правильно? Что нет капельницы. То есть ты в больнице, по факту, ты пытаешься у людей вызвать, ну, жалость, да, к себе за то, что ты в больнице лежишь от передоза своего, да, от зависимости. Но я, видите ли, подумал, что там капельница, да? В этом суть. Есть, блядь. Понятненько. Я говорю, я точно помню, блядь. Я сто процентов помню, нахуй. Да что вы мне закидываете хуйню какую-то? А. Бля, посмотрите на моё ебло покрасневше, отвечай. Меня эта тема прям, сука, выбешивает. Это, это сториз твоя тех времён, если что. А чё, а чё запостила? Ну, для чего это вот это? Бля, какой у тебя зрачок огромный. А с чего он такой? Слушай, а ты вот сториз выкладывала в те времена вот с таким зрачком. А для чего ты это выложила? Давай обсудим. Для чего это выложено? Это показать, как круто ты объёбанная, типа, что ты сейчас, ну, у тебя зрачки такие. Или ты жалость вызываешь? Или есть какой-то другой, типа, мотив у этой сториз? Объясните, ребят. Ну, какой мотив у этой сториз? Вот давай. Я говорю просто, дай, если, если, если ко мне какие-то претензии есть, серьёзные. Давай, короче, обсудим это публично, блядь. Я говорю, дай мне два дня и таких сторизов с твоими зрачками огромными, блядь, с капельницами, мапельницами. Их дохуя. Ты отвечай, их дохуя, блядь. Вон ещё мне пишут. Всё, ладно, давайте. Всё, я не могу больше смотреть, отвечаем. Это сториз Марьяны. Такая нахуй разница? Какая нахуй разница? Сидят люди, объёбываются, блядь, и друг друга фоткают, блядь, угорайте, в интернет выкладывают, где у них аудитория есть. Она говорила про ароматизацию в интервью. Про частное упоминание её навёл ведущий вопросом, Даня, не разгоняйся. Нет, а в чём ко мне претензии? В чём ко мне претензии, блядь? Сейчас, секунду, я электронку возьму, блядь. Какие ко мне претензии, если я сделал всё правильно в итоге-то, блядь? Мне это не нравится. Я говорю, я против такого. Я говорю, вы можете в своей жизни заниматься чем угодно, хоть колоться. Мне вообще похуй. Мне вообще похуй до тех пор, пока вы не продаёте это говно кому-то. Знаешь, если вы у себя закрылись дома, сидите там, курите, нюхаете, мухаете, мне вообще похуй, меня это вообще никак не касается. Но когда вы хуярите это в интернете, понимаете, свои зрачки фоткать, блядь, ой, я в больнице, ой, у меня передоз, ой, я так справилась, не справилась. Это полная хуня, это романтизация, короче. И то, что я высказался, но вы сами подтверждаете, что это правда. Тогда какие ко мне претензии? Где почему ко мне приходит куча людей, бля, прямо сейчас? И спрашиваешь, ну, пишут, что я крин, что я еблан, короче, блядь. Я что-то неправильно сказал, короче, где-то или что, блядь? Всё, короче, я успокоился. Ребят, просто я вам сразу говорю, я уж прошу прощения за вот этот тильт, который сейчас есть. У меня просто настроение не очень. То есть это не та ситуация, которая меня прям задевает, поняли? Просто сегодня в настроение не то попали, я вам клянусь, блядь. Я ещё в начале стрима говорил, что настроение не очень. И поэтому я могу как-то, ну, жёстко, короче, реагировать на какие-то вещи. Вы же простите меня. Вот. Ну, блядь, ну, я просто, я говорю, я абсолютно прав, я считаю, в этой ситуации. Абсолютно, блядь. Я абсолютно правильно осудил эти моменты. И, возможно, из-за того, что я осудил, и кто-то ко мне там, ну, кто-то меня поддержал, короче, вот в этом, ну, вот этом осуждении публичном. Вот, когда меня осуждали, меня поддерживали люди, короче, в этом плане. Потому что, ну, если бы мы это, ну, может быть, в будущем кто-то ещё такой хуйней занимался, да? Ну, будут знать, что их осудят. Даня Кринж пишет. Ну, да, блядь, абсолютно прав, нахуй. Ты абсолютно прав. Иди нахуй, блядь. Дурачё малолетним. Хотя, по-моему, романтизировали и шутили на этот счёт многие ребята. Претензии в том, что, нахуй, ты стебёшь её за наркоту. Я вам скажу, зачем я её стебу спустя много лет. Потому что она вину так и не признала. Я вам ещё раз говорю, блядь. Тогда, когда случилась эта ситуация, когда я её усудил, написал твиты, да, там, вся хуйня, я сказал, это полная хуйня. Она начала, вместо того, чтобы как-то разбираться в этой ситуации или, может быть, объяснять, что я как-то неправ, она начала клевещеть на меня, говорить, что я сам наркоман, поняли, очернять меня в глазах других людей. Начала какую-то хуйню накидывать. И самое важное, что она шутила, понимаете? Была хуйня, что она вместо того, чтобы разбираться в этой ситуации, да, она шутила про то, что, ну да, я торчебозка, ха-ха. Помните, Гарри как вода, мы ещё как мемы это делали. Она признала, где? Я помню, что признала, признала как? Да, блядь. Я вам сейчас показываю сторисы. Вы покажите, где она признала, или я хуй знаю. Блядь, хотя бы контекст поймём. Я вам сейчас показывал, что... Блядь, вы такие долбоёбы. Вы такие тупые, блядь. Вам одно и то же повторять. Как она признала, написав, что я наркоман, в ответ? Блядь. Написала, что я наркоман? Вот это признала, или чё? Блядь, у меня сейчас горит, всё. Всё, нахуй, надо успокаиваться, короче. Это жёстко, блядь. Это жёстко, блядь. Это пиздец жёстко, блядь. Вы мне... Вы такие идиоты пришли. Вы такие тупые, блядь. Где у меня электронка? Блядь, чуваки, вы меня пиздец выбесили, короче. Да что интервью? Какая нахуй мне разница интервью? Как это относится сейчас к этой ситуации? Я говорю, и что... Я говорю, вот... Даже если я упоминал её много-много раз, даже предположить этот момент, почему я не могу себе этого позволить? Скажите. В чём моя проблема? Если когда... Тогда, четыре года назад... Когда тогда? Четыре года назад, когда я ей сказал, что это полная хуйня в интернете, Она начала писать, что я сам наркоман, что это, то-то, блядь, клевещет на меня. Чё, нет, блядь? И... Ха-ха, да да, я ж наркоман, гари как вода, блядь. И всё, на этом тема закрылась, блядь. А теперь она в интервью признаётся, и я должен говорить... Ну, раз ты в интервью призналась, значит, я всё капитулирую, блядь, блядь, нахуй. Почему я не могу, не могу про тебя шутить на стримах, если тогда, тогда ты обклеветала меня как минимум. Ты обклеветала меня, блядь, оклеветала. Нанесла хуйню, отшутилась. Не сказала, извините, ребят, я погнала. Отшутилась, блядь. И я, видите ли, спустя четыре года пошутил про неё. Та ты шо, блядь, а за клевету не хочешь ответить, блядь? Я тебя к ответу не призываю, я просто пошутил, блядь. Всё, короче. Я говорю, просто под настроение не то попали, я сейчас готов это обсуждать вечно, короче. Мне надо успокоиться, блядь. Но особенно питерская тусовка. Жёстко, блядь. Питерская тусовка, постоянно в каждом видосе были какие-то шутки. Покажи, покажи. Блядь, ни разу нахуй не видел, отвечаю. Я раньше смотрел часто Юлика, Мулика, там всех ребят. Блядь, не помню ни одного упоминать. Ну, может, я, блядь, старый, нахуй. Никто, никто о тебе, ты как бы, ты нас не задеваешь своим существованием, понимаешь? Игорь Синяк, если ты сказал Игорь Синяк, вот его часто упоминают. Верю, пиздец. Ну, потому что, пиздец, он всем гадости наделал. Тебя я просто, ну, блядь, где, нахуй, тебя упоминают? Какая, нахуй, питерская тусовка? Где они её упоминают? Ну, почему-то, да, кстати, ты меня только сейчас навел на эту мысль, почему-то прислали только меня. Где? Где, блядь? Блядь, цыка. Где? Удивительно. Давай вернемся к тому тяжелому периоду, который был у тебя в жизни. Там, ты призналась, тебя не приняли, ты наверняка закрылась, там, еще сильнее в себе. Если честно, стержень, стержень была работа на ютубе, потому что я понимала, что, ну, меня забудут, если я не буду снимать, так работает, к сожалению. Джаблый чайник закипает, да. Я снимала какие-то абсолютно стандартные видео, там, мои покупки, там, шесть покупок в видео, вау, как интересно, продолжай. Я понимала, что я двигаюсь вообще не в том направлении. Я слушаю, слушаю. Что креатива стала в видео. Я говорю, даже, чтобы она сейчас не сказала, это никак не относится к тому, что, блядь, засхуяли, не вкуриваю. Тупо, механическая какая-то. Ну, то, что она тогда наворотила хуйни, это реально хуйня. То есть, спустя много лет, я не знаю, как ты сейчас ведешь медийную деятельность, но, насколько я слышал, реально, от знакомых, то есть, к тебе претензий ноль, реально. То есть, я не говорю, максимум я могу пошутить. И то, мои шутки, ну, оправданы тем, что ты меня тогда обклеветала, блядь, отшутилась. Ну, знаешь, эта тема не закончилась, короче, никак. Я ее сейчас не ворошу, но сейчас ворошу, а тогда не ворошил ее, короче, понимаешь, а просто отшутился, блядь. Видите ли, нахуй, пошутил над ней Данья Кашин, блядь. Все, надо успокаивать. Ребят, просто я прошу прощения перед теми за этот тиль, короче. Просто говорю, настроение очень плохое. Ну, вот, блядь, сначала стрима предупреждал. Но, может быть, если бы я в хорошем запустил настроение, я бы не так жестко реагировал, поэтому надо, короче... Мне кажется, у каждого блогера уже не бывает такое. Все, короче, вы заебали меня своими конфликтами, нахуй, блядь. Вы меня просто затрахали своими конфликтами, блядь. Пошутил, нахуй. Я говорю, блядь, ну, значит, основание на то было, раз пошутил, блядь. Да ебали. Сами на меня клевещили, блядь, 4 года назад, какую-то хуйню очерняли мою репутацию, блядь. Я, видите ли, блядь, обиду пронес спустя года, один раз-два пошутил, блядь, все, пиздец, на интервью пошел целый блок на интервью. Ну, там, ну, слава богу, хотя бы не этот, не 60% ролика обо мне говорили, спасибо хоть на этом, блядь. Ну, все равно, блядь. Данья Кашин плохой, блядь, хейтер. Короче, давайте так. Ребят. Давайте так. Так, я самый главный хейтер, пизду. Нахуя, реально, блядь, чем я, нахуй, занимаюсь? Нахуя, да, блядь, сперма, блядь. Нахуя я сижу, поддерживаю себе образ какого-то, блядь, хорошего человека? Да буду, ну, мразью, блядь, чуть осужденку не сказал. Буду мразью конченой, блядь. Если кто-то что-то будет про меня говорить, что я хейтер, что я злой, агрессор, да, так оно есть, отвечаю. С этого дня я хейтер, я агрессор, блядь, я тварь, блядь. Мне похую. Сидите, рассказывайте, короче, что я конченый, блядь. Блядь, да знаете, я буду только это подтверждать. Да заебали меня. Вот реально, просто, блядь, вдумайтесь в эту хуйню. Сколько еще будут подобных. Ну, вы видите, да, уже второй стрим подряд у нас конфликты. Меня самого это вымораживает, короче. Сколько еще будет людей из прошлого вспоминать какие-то моменты, где они даже сами неправы, блядь. Сидеть нахуй. И я потом сижу, включая стрим, включая голосовухи. Ребят, это не так. Я на самом деле лучше, чем они говорят. Да нахуй, блядь. На нахуй, чем я занимаюсь, блядь. Да пошли в пизду, блядь. Пошли нахуй, блядь. Пиздец, блядь. Все, короче, ребят. Отныне все. Отныне никакой серьезности, только троллинг. Они будут, короче, про меня говорить. Знаете, кто-нибудь опять на интервью пойдет про меня рассказывать какую-то хуйню, кроме Джарахова. Блядь, люблю его пиздец вообще, блядь, пиздец. Вот кто-то про меня будет говорить, я буду включать и сидеть. А-а-а, блядь, а-а-а, блядь. Хуйню нести, просто цепляться за слова, знаешь, вот как... И просто по существу ничего не говорить, потому что идите в пизду, блядь. Потому что я сижу реально, на нету, нервы трачу, поняли? Жизнь свою трачу. Да нахуя, блядь. Буду сидеть реально поддерживать образ твари, мрази, блядь. Всё, затрахали меня жёстко, блядь, конфликтами. Короче, то, что она... Ну, всё, что я говорил, это в любом случае, ну, я считаю, в точку было. Но, извиниться, наверное, хотел за агрессию свою, чуваки. Потому что, ну, просто под горячую руку. Я просто пообщался с нашей общей знакомой, с Лизой Мадрид. И, ну, просто объективно послушал мнение, поняли, типа. И всё-таки я, наверное, просто... Ну, она попала под горячую руку. Вы сами понимаете, у меня недавно конфликт был, да, примерно с таких же ситуаций. Вот. И, короче... Ну, и плюс, сами знаете, я уставший, настроения не было. Хотя, кстати, когда я ругался, я 50 раз, по-моему, сказал, что, типа, бля, ребят, просто настроение плохое, я по-другому сказал. Вот. Ну, всё равно, короче, стоит принести извинения просто за то, что я сильно набычил. По факту, по факту. Ну, то есть я говорил правильные вещи, но слишком агрессивные, да, на неё гнал. Тем более, я потом узнал, что она реально не хотела со мной ругаться, ничего. И вот. И поэтому... То, что я сказал, то, что я говорил минут 40, блядь, тогда на эмоциях, я мог уместить в одно предложение. Поэтому я извиняюсь перед Лизой Мадрид за то, что так жёстко нагнал. Просто под горячую руку попало, чуваки. Ну, вот такой я эмоциональный человек, ничего с этим поделать не могу, честно. Вот. Поэтому не обижайся, Лиза. Ну, ты, конечно, вот... Ну, тот поступок твой тебя не красят никак, но и действительно, я тебя никогда... Ну, на стримах, может быть, раз... Один раз-два пошутил над тобой, и поэтому... Ну, то есть я тебя прям не дёргаю, как Джарахов какого-нибудь условного, да? Вот. Ну, и, короче, ответка моя должна была быть, я думаю, в одно предложение тебе. Более такая, с юмором, и всё. И не гнать на тебя. Ну, говорю, извини, просто под настроение попало. Я хоть и пытался тогда сказать об этом, я говорил об этом, что... Ребят, просто настроение плохое, я по-другому, типа, говорю... Ну, то есть я бы так сильно не гнал. Но всё равно в этом контексте, я понимаю, жёстко выглядело. Поэтому сорян, сорян.